Всем привет! У микрофона Ромуля Ри, и в данном видео я бы хотел с вами поделиться своими мыслями и сообщить вам, если кто не знает, что официально скоро совсем состоится анонс такой игры, как Assassin's Creed 3. Третья часть полностью новая. Это можно заметить потому, что уже выложено несколько скриншотов, пока не подтвержденных, подтвержденные обложки для ПК-версии, Xbox 360 и версии для PlayStation 3. Также некоторые особо интересующиеся игровой индустрией люди сумели найти, быстренько заскриншотить и выложить в интернет баннер, который появился на сайте GameInformer, где как раз заметили кусочек из одной картины, которая подтверждает такой сеттинг в игре, как Америка примерно времен конца 18 века. То есть, когда, собственно, начиналась вся колонизация и постепенно начала развиваться эта страна, этот континент. На обложке можно видеть, что там развивается сзади американский флаг еще не с 50 звездами, а вот с несколькими, с 20. То есть, всего штатов было поменьше тогда. До этого также появился небольшой арт сфотографированный. Там также был флаг с этими полосками и звездами. Но самое главное, что по скриншотам, пока не подтвержденным, но они выглядят очень и очень правдоподобными. Можно заметить, что это новый герой. Лицо совсем не напоминает ни Ацио, ни Альтаира. Возможно, этого героя уже будут звать с фамилией, точнее, он будет Майлз. То есть, как и главный герой, Дезмонд Майлз, который в 2012 году, собственно, из-за него и как начиналась первая часть, то есть его генетическая память. Так мы и продолжим дальнейшие поиски. По неподтвержденным данным, что-то есть мысли, что будет связано напрямую с Джорджем Вашингтоном, герой игры. Но пока это не подтверждено. По скриншотам также можно видеть, что игра примерно на том же движке создается графическом. Хотя, возможно, для третьей части сделают такое же обновление, улучшение, как и для второй части по сравнению с первой. Если помните, какой скачок сделал Assassin's Creed 2 по сравнению с первой, то вы меня поймете. Надеюсь, что третья часть полностью новая будет. Потому что все-таки после различных дополнений по типу Brotherhood и Revelations, Ubisoft стоило бы наконец создать полностью новую игру. Но по скриншотам, кстати, так оно и похоже и будет. Потому что на некоторых скриншотах мы можем заметить лук у нового героя, с помощью которого он сможет охотиться и, возможно, убивать не только людей, но и животных, чтобы найти себе пищу. Потому что все-таки в те времена довольно сложно было выживать. Это никакая не богатая городская местность или хорошо обустроенные замки, как было в случае с Италией времен Возрождения. Или с какими-то современными местами, где Сирия, там Иерусалим, где тоже очень богатое культурное наследие и множество уже было обустроенных мест. Здесь все дикая местность, необустроенность и все только начинается. В некоторых моментах можно видеть топору, главного героя. Также у противников появились ружья со штыками уже. Возможно, в этой игре маскировка будет играть гораздо большую роль, потому что, похоже, местность станет гораздо более большой, нежели чем во второй части. И она будет все-таки не городской больше, а именно природной. Но, тем не менее, города наверняка будут присутствовать. Наверное, самые большие города, которые колонизироваться начинали с самого начала завоевания территорий американского континента. Также по одному из артов, потому что это вроде не скриншот, можно заметить, что, возможно, мы примем участие в некоторых моментах гражданской войны, которая как раз проходила примерно в это время. Возможно, наш герой сыграет не последнюю роль в том, чтобы... Ну, в общем-то, уже точно Ubisoft сообщили, что это все правда. И уже в понедельник, в 5 часов вечера, они собираются рассказать первые подробности и анонсировать официально Assassin's Creed 3. Так что, первая информация о сюжете и, наверное, уже подтвержденные скриншоты мы сможем увидеть совсем уже скоро. То есть, осталось ждать всего несколько дней. Так что, надеюсь, вам нравится то, что, наконец-то, Ubisoft решились сделать полноценную третью часть. Правда, я вот немножко не уверен, смогут ли они действительно сделать третью часть к концу этого года, хорошую, полноценную. Но у меня тут появилась мысль, что, возможно, с Assassin's Creed 3 та же ситуация, что и с Hitman Blood Money, когда IO Interactive отдали, точнее, отдались полностью всей душой в работу над Blood Money, а Contracts, ну, тогда предыдущая часть перед Blood Money, отдали ее какой-то непонятной другой студии, чтобы они ее сделали, там они сами немного совсем доработали. Возможно, то же самое сделали и Ubisoft, которые отдали, там, доделать, ну, возможно, Revelations, и даже, боюсь сказать, может, и Brotherhood кем-то сторонним, чтобы они немножко, там, доделали. Может быть, это даже объяснит некоторую забагованность, там, некоторые неполадки с последними двумя играми серии Brotherhood Revelations. И полностью пошли в работу над третьей частью, полноценной третьей частью Assassin's Creed. Очень хочется в это верить, потому что сеттинг мне очень нравится. Новые возможности наверняка будут, все-таки это другая историческая эпоха, совсем другая атмосфера в игре, и тем более, наконец-то, мы уже, мне кажется, все ближе и ближе приближаемся к настоящему Дезмонда. Возможно, следующие уже части будут совсем близки к настоящему времени, то есть, как и Дезмонда, у него 2012, как и у нас. Так что, возможно, Assassin's Creed 3, если все нормально получится, сможет задать новый тон всей серии, сможет возродить в сердцах, и не только в сердцах, но и вообще в душе каждого игрока, надежда на то, что эта серия снова сможет показать, насколько интересной и необычной может быть каждая часть данного франчайза, потому что сеттинг, различные новые возможности, даже сюжет могут очень серьезно повлиять, и сделать игру гораздо интересней и приятней для многих игроков. Я очень много всего вам нарассказал, но, по крайней мере, в видео я пустил несколько скриншотов, картинок, вложек. Надеюсь, вам хоть немного это помогло лучше понять о том, то, о чем я говорил только что. Вас всех я благодарю за внимание, спасибо за просмотр. Если хотите пообсуждать, то я готов. Оставляйте комментарии. Также можете подписаться на канал, если вам понравилось данное видео, поставить лайк. И можете вступить в группу ВКонтакте. С вами был Ром Валерий. До новых встреч. И надеюсь, совсем скоро мы вернемся снова в роли Ассасина, для того, чтобы творить свои безумные дела. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...